МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новогодний выпуск программы «Семь дней». И мы находимся сегодня на самой лучшей смотровой площадке столицы Татарстана, на крыше чаши Казань. И мы хотим отсюда, с высоты, окинуть взором год уходящий и вспомнить самые значимые события 2019 года. И, конечно же, на высоте встретить год 2020-й. Итак, мы начинаем сегодня в нашей программе. Казань. Блестящий, энергично развивающийся город. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие. Каким запомнится год уходящий? Вспомним главные события года. Мышкин – это город серых оптимистов. Ну, мышканутые уже люди здесь живут. Это необычная раса совершенно. Лава? Мышам. Почему Мышкин стал мышкиным? И где находятся мышиные палаты маленького серого героя? Крысы, они все равно такие живучие. Крысы – это друг человека, да. Год подразумевает финансовую ограниченность. Что год крысины нам готовят? И придет ли код Казанский на помощь? 2019 год уходит в прошлое. И он, конечно, для каждого из нас был богат на очень хорошие и радостные события. Кто-то обрел свое счастье. У кого-то что-то изменилось в жизни. У кого-то родились дети или внуки. А какие же события были значимы для всей республики. Обзор главных событий республики в экономике, в политике, в социальной и культурной жизни от нашего корреспондента Тимура Бекмурзина. Самое яркое, запоминающееся событие 2019 года в Казани и в Татарстане. Тот случай, когда двух мнений быть не может. Конечно, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Фееричное шоу открытия и не менее грандиозная церемония закрытия чемпионата. Сам турнир, который прошел практически на одном дыхании. Высокая оценка гостей и участников соревнований. Результат сборной России в Казани стал для всех приятной неожиданностью. Наши ребята шагнули сразу с пятого общекомандного места на прошлом турнире на призовое второе, уступив только явным фаворитам китайцам. Медаль высшей пробы получила и Казань за лучшую в истории организацию чемпионата WorldSkills. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы. Уже позже, во время своего крайнего в этом году визита в Татарстан, Владимир Путин еще раз отметит достижения ребят на домашнем первенстве по рабочим профессиям и даст высокую оценку Татарстану как организатору чемпионата. Прогресс очень большой, а прогресс очень большой, уже пятые были. Этот визит президента России стал четвертым по счету в уходящем году. И поводы всегда были значимыми. До этого Владимир Путин в феврале посетил Казань и Иннополис. Провел встречу с представителями общественности и заседании президиума Госсовета России. В мае Путин был на авиационном заводе в Казани, где провел совещание по вопросам развития военного комплекса. В августе, как мы уже отметили, президент страны присутствовал на церемонии закрытия мирового чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills. В набережной Челны в декабре этого года Владимир Путин приехал с приятной миссией поздравить легендарный КАМАЗ с 50-летним юбилеем. Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него свою душу. Главное политическое событие в Татарстане в 2019 году – это выборы в республиканский парламент. Они прошли успешно, в целом в спокойной обстановке. Явка в единый день голосования в республике составила более 70% от общего числа избирателей. Особенностью этих выборов стало то, что в этот раз в госсовет прошли представители широкого политического спектра – депутаты от КПРФ и ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партии роста». Убедительную же победу одержала «Единая Россия». Единороссы набрали более 72% голосов по партийным спискам. В экономике год 2019 стал годом свершения и в то же время годом напряженной, но созидательной работы. Приоритетными для Татарстана были проекты в нефтехимической и нефтеперерабатывающих сферах, в энергетике и машиностроении. Динамично развивался сектор малого и среднего бизнеса. Самые примечательные экономические события года уходящего 2019-го в нашем кратком обзоре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать! Уходящий год театра в России запомнился в Татарстане яркими премьерами, такими как первое в Казани иммерсивное шоу-спектакль Анна Каренина. Новыми красками заиграли и другие традиционные мероприятия. Что поразило и чем запомнился 2019-й в культурной и общественной жизни? Давайте вспомним! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В спорте это был не самый победный для Татарстана год. Командой года стал коллектив «КамАЗ Мастер», экипажи которого в этом году заняли первые два места в ралли «Рэйди» «Дакар» и все три призовых места на международном ралли «Шелковый путь». Продолжила победную поступь команда по хоккейной траве «Динамо Казань». Коллектив «Араика Маргаряна» в 17-й раз стал чемпионом России. И, наконец, приятную победную точку в конце года поставили наши волейбольные команды. Мужской «Зенит Казань» и женская команда «Динамо Казань» синхронно завоевали Кубки России. И пусть год наступающий будет столь же богат на события и яркие впечатления. И пусть они будут желательно позитивными. Тимур Микмурдин, «Семь дней». Подводя итоги уходящего года, мы, конечно, всегда вспоминаем людей, которые нас чем-то удивили. Своими достижениями, победами, свершениями. Но, согласитесь, 2019 год был для нас особенным. И нас, конечно, прежде всего удивили люди, которые победили на WorldSkills 2019, который проходил в Казани. Эти люди прославили рабочие профессии, которые есть в Татарстане на весь мир. И они сегодня создают историю Татарстана. Они сегодня пишут новую столетнюю историю нашей республики. Наши корреспонденты поздравили героев с Новым годом. Я занимаюсь пошивом мужских брюк экстра-класса. Это имеется в виду качество и сборка материала. Что сегодня у нас на повестке дня? Сегодня на повестке дня раскрой и дублирование деталей. И, если успею, возможно, частичная сборка. Я выкроила уже основные детали, то есть это передние половинки и задние. И теперь мне осталось подкроить маленькие детали. Так как у нас ткань в клетку, нам нужна большая точность, потому что клетка должна совместиться по низу бокового шва. Чем дороже ткань, тем деликатнее с ней надо работать. А что тут такая ткань? Эта ткань стоит 4200 за метр. Мне нравятся Dior и McQueen. Почему Dior? Потому что у него женственные силуэты, но при этом это все не вычурно, как, например, у Versace. Делали бы ли вы когда-то изделия, да, не просто вот какого-то классического покроя, а может быть, с каким-то дизайнерскими решениями, фэшн какая-то? Да, конечно. Обычно такие задания бывают на Евроскилз. Мы с моей напарницей участвовали в 2018 году на Европе. И на Евроскилз именно с креативом связаны задания, с дизайном, с креативом. Там мы разрабатываем коллекцию, презентуем и рассказываем жюри концепцию вообще своей идеи. И дальше одно из этих изделий, которое либо выбирает жюри, либо ты сам выбираешь, все зависит от задания, ты изготавливаешь во время соревнований. Что у вас было? Там был плащ. Бывало такое, что русскоговорящие наши соотечественники подходили, и они не понимали, что нельзя разговаривать, что соревнования... Они просто кричали, «А, Евелина, посмотри на меня! Россия, привет! А что ты делаешь? Расскажи, покажи!» А я не могу контактировать со зрителем. Есть у нас одно из заданий, которое называется «Складывание текстильных салфеток». Нам дается на это 10-15 минут. Это у нас «Айгуль». Компетенция ресторана-сервис. Первая салфетка называется «Смокинг». Мы, получается, начинаем сначала складывать в треугольник. Хорошенько проглаживаем салфетку именно тыльной стороной ладони. Должны быть четкие складки. Тоже есть такой критерий. На первый взгляд людям может показаться, что сервировка не столь важна, что это какие-то мелочи, но при этом, когда они присаживаются за стол перед трепезой и начинают замечать, как аккуратно и красиво засервирован стол, как красиво, хорошо сложены текстильные салфетки, как они между собой сочетаются, создают некую гармонию. Им сразу становится как-то приятно и поднимается настроение. Здравствуйте, меня зовут Галю Лимблад. Сегодня я покажу, как сделать мини-скворечник для поставки для авторушек. Сначала будем делать передние и задние стенки скворечника у нас размером и длиной. 15 сантиметров мы размещаем 15 сантиметров. И на чемпионатах у нас вот эти все ровности проверяются на кривом. У меня криво, да? Да. То есть это для детей вот такая вот типа сувенирная... Продукция, да. Да, положил, положил. Каркас обычно несложный. Все страны и все регионы здесь в России тоже выполняют. А вот четвертый – это завершающий вид. Ну, здесь сложного нет, но главное – надо успеть. Ну, иногда участники собирают первый, второй и третий модель, а четвертый времени не остается у них. Здесь примерно 18 грамм. Вообще на чемпионате стучать запрещено, но в реальной жизни это очень часто используется. Когда начинается конкурсный день, и что было в первый день, я разбила бокал, как только начала его натирать. И тогда я себе сказала, что надо собраться. Мне принесли новый бокал, и уже после этого момента уже все пошло как надо. Опыт в чемпионате – это такой большой вклад в свою жизнь. То есть ты развиваешься не только в свои навыки, но и в себя в первую очередь, в свою сразу устойчивость, в свои личностные качества. Ты знакомишься с большим количеством людей, которые в свою очередь вкладываются в тебя, рассказывают тебе о своем опыте, поддержка, опять же. Для Раисупова Роман Безменов – 7 дней. От года рабочей профессии, который мы достойно провели в Татарстане, мы встречаем Новый год. Год, который объявлен годом столетия Татарской автономной советской социалистической республики. И есть все основания предполагать, что празднование юбилея республики ничем не уступит тысячелетию Казани. Нам есть что рассказать, нам есть чем гордиться, и нам есть к чему стремиться. И мы сегодня решили вспомнить, как встречали Новый год в разные десятилетия истории Татарской автономной советской социалистической республики. И решили это сделать, ну, в духе такого, знаете ли, новогоднего советского обозрения. Давайте посмотрим. С 1918 по 1935 Новый год не считался в нашей стране официальным праздником. Его разрешили праздновать только в декабре 35-го, но понятно, что все следующие годы было совсем не до празднования. Новый год в том варианте, который сейчас существует, пришел к нам в середине 50-х с традиционной селедкой под шубой, салатом оливье, мандаринами и елкой. Сейчас мы предлагаем вспомнить новогодние традиции, которые были в истории Тай-ССР. На традиционных детсадовских елках девочки-снежинки в платьях из медицинской марли, мальчишки, зайчишки или медвежата. Костюмы часто шили из белого сица. Вот обычный утренник в детском саду «Золотой ключик» в Казани. Дед Мороз и Снегурочка, как правило, воспитатели. Дед Мороз и Снегурочка, как правило, воспитатели. Дед Мороз и Снегурочка, как правило, знаменитый танец «Снежина» к исполнению практически не изменилось годами, и это самая настоящая классика жанра. Вот уникальные кадры почти настоящей карнавальной ночи голубого огонька на Казанском льнокомбинате. Директор Казанского льнокомбината Владимир Иванович Мурашов пожелал благополучия и счастья всем работникам и их семьям. Говорят, как встретишь Новый год, таким он и будет. Коллектив Казанского льнокомбината встретил Новый год первыми, может быть, скромными экономическими результатами. Традиция Нового года подводить итоги. В советские годы это называлось новогодним обозрением. И несколько таких выпусков сохранилось в архиве телеканала «Новый век». Новый год. Новый год. Это новогоднее обозрение в год 60-летия ТССР. В числе знаковых событий из истории республики к этой дате – 175-летие КФУ, открытие музея в Альмаматор, выпуск 5000-го КАМАЗа. Это был большой праздник КАМАЗа, трудящихся татарии всей страны. 5000-й автомобиль вывел конвейер первой очереди автозавода на полную мощность. Впереди пуск второй очереди автогиганта и другие трудовые подвиги на каме. Этот мирный взрыв возвестил еще об одной трудовой победе на берегах КАМА. Создано новое рукотворное море – Нижнекамское. Уникальная новогодняя традиция в Нижнекамске. И повторится ли такое в истории всей страны? Каждому заводу – по елке, а новый завод – каждый год. Засверкает эта лесная красавица праздничными огнями на пусковом заводе. И так из года в год. Только за последние годы введены в строй 7 крупных заводов. И каждый пуск освещался огнями новогодних звезд. Подрастут ребята, и многие из них наверняка продолжат славные традиции нижнекамцев. Отдельным воспоминанием идет и концерт Аллы Пугачевой. Билеты за 3,5 рубля никого не испугали. И звезда советской эстрады тоже стала звездой тех лет в ТССР. Так встречала 60-летие трижды орденоносная татария. К своему 70-летию республика начала новый этап в своей жизни. Татария была глубоким тылом, но за победу отдали жизни тысячи ее сыновей. Один из них поэт-герой Мусаджалиль. Год 70-летия ТССР – это и год 45-летия победы. Торжественное мероприятие по всему Татарстану. 1100-летие принятия ислама в Татарии отметили торжественно и празднично. На месте древней столицы Волжской Булгарии. 1100-летие принятия ислама впервые масштабно отметили в Древнем Болгаре. Впрочем, традиционно новогоднее обозрение подводило итоги экономической и социально-культурной жизни ТССР. Чем гордилась республика и созданного, открытого и достигнутого в те годы. Нефтяная промышленность, второе Баку, новая Эльдорадо, ромашкинское месторождение гремит на всю страну. За этими миллионами тонн, пусть и не близко, но маячило улучшение жизни республики. Каждого ее города, села, каждого гражданина. Мы счастливее очень многих, и, пожалуй, богов сильней. Если землю творили боги, мы творим города на ней. Строительство города татарских нефтехимиков и крупнейшего нефтехимического комплекса. Успехи автогиганта на каме в каждом новогоднем обозрении татарстанских телевизионщиков. Говорят, что один западный автомобильный магнат пообещал съесть свою шляпу, если КамАЗ пустят в срок. Сегодня ни о магнате, ни о шляпе информации мы так найти и не смогли. Первые тревожные вестники 90-х на автогиганте был открыт торговый цех. У камазовцев была даже своя валюта, о которой не знали банки. Талон на 300 рублей, который позволял в течение года приобрести любой товар, если он был, конечно. Появились и первые фермеры, которых тогда называли арендаторами. Обосновались они в тетюшах. Как еще словечко придумали? Места арендаторы. Андаторы. Андаторы с нашу шкуру снимают, но мы все равно обрастаем мехом. Страна совсем не плавно переходила к рыночной экономике. Именно в эти годы появляются первые кооперативы, и предприятия республики начинают искать инвесторов. Впрочем, тогда их называли партнерами. Мы сейчас ищем спонсоров. То есть организации, которые бы хотели получать новую технику, но сегодня помогли заводу, вложив в развитие завода. Вот эти самые деньги. Знаковым событием для татарстанских детей стал год 1996-й. Мечтой каждого советского ребенка было попасть на главную елку страны. Сначала в колонны зал Дома Союзов, а с 1954 года на Кремлевскую елку. Новую традицию ввели в Татарстане, встречая год 1996-й. Это была первая республиканская президентская елка. Ну, как вы поняли, я не поджинатор день, а президент. И не импортный, а татарстанский. Вот и первая любимая песня. В лесу родилась елочка и первый президент Татарстана в детском хороводе. Год 70-летия ТССР – это начало сложнейших 90-х. Начало новейшей истории Татарстана. Тогда в фильме у Ментимера Шаймиева спросили, как будем встречать 80-летие республики. Через 10 лет мы и сами, и республика станет другой. Почему? Потому что, хотя и срок, казалось бы, для республики это небольшой, но то, что делается сегодня, перестроечное время, и то, что мы сейчас накапливаем нерешенных проблем, и ищем пути их решения, а сейчас назрел такой момент, она сработает. Сработает. Сегодня закладывается основа. Как бы тяжело сегодня не было, но мы закладываем хорошую основу. Хорошая основа сработала на отлично. И вот уже остались те самые пять минут до встречи столетия ТАССР. С наступающим Новым годом! Светлана Спирина, Андрей Ключников. Семь дней. Мышкин – это город серых оптимистов. Ну, мышканутые же люди здесь живут. Это необычная раса совершенно. Слава! Мышам! Почему Мышкин стал Мышкиным? И где находятся мышиные палаты маленького серого героя? Вы знаете, у нас в России есть два всенародно любимых праздника. По-моему, это, конечно, веселый, искрящийся Новый год и праздник Великой Победы. Праздник со слезами на глазах. А вот как встречали этот праздник в победном 1945 году? Знакомые ветераны мне рассказывали. Прямо в блиндаже установили в стреляной гильзе карликовую березку и украсили ее обертками от консервов и крышками от тушенки. Потом, конечно, был тост за Великую Победу и праздничный салют из всех видов оружия. И вот мы, потомки великих победителей, встречаем 2020 год. Год 75-летия Великой Победы. И мы, конечно, должны встретить его достойно. Елена Горбунчикова продолжит. Планы именно, чтобы встретить во всеоружии 75-летия. Чтобы ни в коем случае не лежать, не сидеть дома, а быть в первых рядах нашего общества. Рустам Абдрахманович Хабибуллин – единственный в Татарстане из ныне здравствующих соловецких юнг. Ему 91 год, но, несмотря на преклонный возраст, бодр и полон жизненных сил. В далеком 1944 году 15-летним мальчишкой он добровольцем записался в школу юнг. Мечта была одна – поскорее начать службу на боевом корабле, но встретиться с врагом лицом к лицу ему так и не удалось. Война закончилась, когда до выпускного оставалось всего 5 месяцев. По радио там сообщали, проще. Но нас, конечно, через командование школы юнгов, так, безусловно, первого узнала. И подняли нас уже, можно сказать, по большому сбору. После митинга, значит, потом пошли свои землянки и как следует выспались. Потому что тяжело ежедневно, все-таки по 9-10 часов занятия. За годы войны школу соловецких юнг прошли более 4 тысяч мальчишек. Каждый десятый из советской татарии. Фотографии юнги Хабибулина хранятся в музее-мемориале Великой Отечественной войны Казанского Кремля. После ремонта его планируют открыть в конце января. Это инсталляция квартиры начала войны. У нас будет проектор, в котором будет вещаться непосредственно объявление о начале войны. И здесь у нас в этой квартире прямиком дверь в призывной пункт. Музей сейчас переживает полную перезагрузку. Каждого, кто придет сюда, ждет полное погружение в эпоху 40-х годов прошлого столетия. Уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны плюс последние достижения мультимедиа. Брестская крепость, блокада Ленинграда, Сталинград, Курская битва и Казанский обвод. В четырех залах вся история войны с фашизмом. Какую ценой досталась победа, может прочувствовать каждый посетитель музея. Самое главное – это заинтересовать людей, подрастающих поколений, молодежь, чтобы они были заинтересованы и интересовались историей. И поэтому такая подача должна быть более интересной, более яркой, информативной. Сейчас, получается, если мы работаем, скажем, с молодежью, нам приходится соперничать с 3D-технологиями, с дополненной реальностью. Поэтому просто вещи за стеклом не всегда трогают молодежь. В музее-мемориале Великой Отечественной войны предусмотрено несколько фотозон. Любой посетитель музея сможет примерить на себя роль бойца Красной Армии и запечатлеть себя, к примеру, около одной из стен покоренного Рейхстага. Или, например, оседлать мотоцикл времен Великой Отечественной войны. Пока на его месте стоит вот этот пулемет «Максим». Александр Михайлович Малов в годы войны служил водителем на бронетранспортере. Он один из тех, кто лично расписался на стене Рейхстага 2 мая победного 45-го года. У Ленинского моста там отвал такой есть, бетонный. Там ежегодно пишут. Здесь был Вася. Мне-то было тоже 17,5 лет. Здесь был Малов. Вот и все. Малову было трудно представить, ведь еще полгода назад в украинских болотах он встречал новый 45-й год. После освобождения Львова танковый полк Малова потерял три четверти личного состава и почти всю технику. В ожидании пополнения и новых танков часть разместилась в одном из сел Западной Украины. Так что новогоднюю ночь пришлось встречать в карауле. Мы не могли рассчитывать на какую-то смену, на какую-то замену. Мы даже за обедом ходили с котелком, только один остается у пулеметов, другой, значит, идет с котелком на двоих, получает. Дело в том, что это было гнездо бандеровцев. Утром, уже в декабре, поднимаешься, шинель примерзла, значит, еле-еле отдираешь. Вот так вот. Вся вот эта часть была полностью у меня черях. К празднованию 75-летия Великой Победы готовится и Национальный музей Татарстана. Большая часть обновленной экспозиции будет посвящена труженикам тыла. Центральную ее часть займет настоящий самолет У-2. В годы войны Казань для нужд фронта поставила 11 тысяч самолетов. Музейный экспонат единственный из сохранившихся в стране. Смолет был передан в наш музей с завода 387, который был эвакуирован в годы войны из Ленинграда и изготовлен был в конце войны на этом заводе в Казани. В Татарстане подготовка к празднованию предстоящего юбилея Великой Победы началась уже 10 мая этого года. Согласно указу президента Татарстана Рустам Мениханова, еще в июле был утвержден план мероприятий, в который постоянно вносятся все новые события. Сегодня очень важно услышать инициативу в проведении мероприятий. И этот план насыщается практически каждый день. Насыщается событиями, которые, например, предлагают наши ребята, представляющие большую группу волонтеров Победы. Насыщается, когда мы проводим мероприятия, которые предполагают коммуникации с молодыми жителями, гражданами Республики Татарстан. Потому что они, в свою очередь, предлагают свои инициативы. Различные некоммерческие организации, социально ориентированные некоммерческие организации и социально ориентированные коммерческие организации в том числе. Большую и важную работу проводят татарстанские поисковики. Каждый житель Татарстана, школьник, студент, рабочий и служащий может стать волонтером Победы. По данным Михаила Черепанова, 173 тысячи татарстанцев до сих пор числятся пропавшими без вести. Однако сведения Министерства обороны России позволяют установить место их гибели. Сейчас стоит вопрос о том, что надо создать в каждом районе Республики своего рода рабочую группу, координационный такой вот центр, да, во главе с главой администрации или там может председателем Совета ветеранов, как они назначатся. Мы передаем в район список найденных именно уроженцев и жителей этого района, которые считались пропавшими, чтобы извещение с данными о гибели выдать родственникам. Вот в чем самая главная задача. В мае в Республике будет дан старт акции «Обелиск». Волонтеры Победы приведут в порядок памятники, обелиски и воинские захоронения. В феврале Татарстан запустит единый аккаунт в Инстаграм. Молодежь Татарстана помнит. По поручению президента Республики в Симферопольском районе Республики Крым на территории бывшего концлагеря «Красный» будет установлен памятный знак воинам-татарстанцам. В Казанской 36-й гимназии, к примеру, появится мемориальный уголок Фатиха Карима и памятник поэту-фронтовику неподалеку от здания «Идель Пресс». В честь героев Советского Союза новые имена получат улицы, парки и скверы. Мы сейчас с коллегами Министерства здравоохранения и Академии отрабатываем вопрос, связанный с именованием учреждения именем врача, который внес огромный вклад в развитие медицины именно в период Великой Отечественной войны. Под пристальным вниманием будут, конечно же, ветераны. Врачи и социальные работники навесят каждого из них. Важная роль в поддержании здоровья отводится мобильным поликлиникам, которые позволяют обследовать пожилых татарстанцев в самых отдаленных деревнях и селах. В планах на год памяти и славы – это десятки конкурсов, фестивалей, посвященных празднованию Дня Победы. Уже сейчас разработан сценарий праздника в Казани. Главной площадкой в столице Татарстана, конечно же, станет площадь Тысячелетия. Но посетит ли его ветеран Малов – еще большой вопрос. В свои 94 года Александр Михайлович строит большие планы. Наполеонский даже есть. А вдруг пригласят в Берлин? Меня же приглашали. Они спрашивают, приедешь на 75-летие? Я сказал, приеду. При двух условиях. Если буду жив, если официально пригласите. Ну, чем черт не шутит? Елена Горбунчикова, Роман Безменов и Андрей Мохов. «Семь дней». Послушав эту замечательную песню «Веселого мышонка» из потрясающего советского мультфильма мы отправляемся в один провинциальный город России. Вы спросите, почему? Да просто потому, что мы там можем узнать очень много интересного. Ну, во-первых, он похож на Елабугу и чем-то похож на Чистополь. А во-вторых, этот город может в следующем году, в году Металлической Крысы, стать неформальной туристической столицей России. Потому что это город с названием Мышкин. Давайте посмотрим. Мы с вами в Ярославской области, в 80 километрах от Ярославля, на Волге, Матушке реке. И вы знаете, многое доводилось видеть в этой жизни. И даже паромами нас, жители республики Татарстан, сложно удивить, но что паромы ходили в декабре по Волге незамерзающей. Мы вот такое встречаем, конечно, впервые. Местные жители говорят, что это просто зима такая нынче теплая. Но это все проза, а хочется поэзии. Конечно, дело не в зиме, а дело вот в этом самом городе. В городе, в котором вам обязательно окажут самый теплый прием. А ведь еще совсем недавно вот таким же кораблем без якоря был и сам город Мышкин. И носило его от берега к берегу весь 20 век практически. Паром до середины 90-х был единственным плавучим средством передвижения, которое хотя бы ненадолго задерживалось у этих берегов. Мышкин даже успели разжаловать в село столетия назад, но местные мышкари, мышкарки и мышкарята десятилетиями упорно не замечали эту букву «О». В названии своего места жительства мазали ее краской даже на дорожных указателях и добились таки своего. В 91-м звание города Мышкину вернули. И вот тогда же в этом абсолютно депрессивном городе без светофоров, общественного транспорта, предприятий и многоэтажек нашелся главный городской атрибут. Люди, эти влюбленные в родину люди, и создали здесь Мышкинский народный музей, в котором сегодня уже 9 музеев самой разной стилистики. Но главный вот этот, единственный в мире музей мыши. С него-то все и начиналось. Этот маленький серый герой обеспечил нам счастливое существование. И они к нам поспешили из разных уголков. Сегодня мышиная география нашего мышиного собрания 38 стран. И именно от них мы получили дары в нашу мышиную державу. Ну так мы смело о себе говорим, ведь Мышкин – это город серых оптимистов, больших романтиков. Говорят, что Мышкин стал Мышкиным после того, как этот маленький серый герой ни много ни мало спас жизнь князю Мстиславскому, который охотился в этих краях. Князь прилег отдохнуть, задремал и был разбужен пробежавшим по его лицу мышонком. Князь был в гневе, пока не увидел прямо перед собой змею, и тут же рассудил, что мышку надо бы все-таки благодарить. И это место стало называться Мышкиным у проходящих мимо рыбаков. Мышкиным оно зовется до сих пор. Слава мышам! Вот так мышь спасла сначала одну жизнь, а затем уже в 90-х годах все 5800 – столько жителей сегодня в городе. Ведь в первую очередь те 250 тысяч туристов, что бывают тут за год, спешат именно сюда. И этот музей действительно народный. Мы слышали, 38 стран участвовали в создании этого шедевра русской смекалки. Вообще музей подарков. Мы не купили ни одну мышь. Это все подарки самых разных людей в нашей стране. Если вы желаете, чтобы о вас рассказали в крошечном городе Мышкине, подарите нам мышь. И вы увековечите себя навсегда. Окей, вот это явно что-то подарено. Да, совсем недавно сделал ребенок, и мы не стали его сокрушать о том, что этот дар может быть не сохранится. У нас хранится все. Мне очень нравится вот эти, например, ножички для разрезания плавленого сыра в виде мышей. Ну, кому не нужны? Конечно, нам. Как неудивительно, но и котов тут тоже любят. Ну, я думаю, вы нас понимаете, мы вас любим. Конечно! Кот любит мышей. Это же наш заклятый друг. Привет! Сумирный казанский. Да, он будет с нами. Это первый казанский кот в нашем мышином собрании. Они просто его защекотят до смерти. Вот и все. Вот так гениальная в своей простоте идея оказала влияние на весь город. На весь этот сонный стиль среднерусской провинции. В городе возвели целый туристический дворец с помпезным названием «Мышкины палаты». Здесь мышиная тематика также раскрыта чуть более чем полностью. Ну, а что вы хотите? Где еще есть такое? На одного местного жителя 40 туристов. У них теперь 250 теплоходов только за сезон. А турист нынче требовательный. Поэтому и тут тоже абсолютно подкупающая атмосфера самоиронии, легкости и этакой игривости, которая так нравится отдыхающим. Отдыхающим хорошо, а вот в Мышкине теперь все работают. Работают как бы легко и непринужденно. Вы отыщете здесь музеи на любой вкус. Такого разнообразия экспонатов и любви к старине нигде вы больше не найдете. Ей-богу, правда. У нас будет еще вторая серия после Нового года. Там-то мы и расскажем. Кстати, Новый год будет еще и годом народного творчества. И Мышкин и тут на коне. Кузнецы, ткачи, токари, представители редчайших профессий нынче живут и живут неплохо, как кажется, в основном в Мышкине. А вот это и есть пьяный бокал. Пьяный бокал. Вы еще штрафной. Вот вы его не поставите, пока не выпить. Ну, как аналог кавказского рога, да, ведь? А выпили его. Пришел в гости. А выпили, пусть падают. Да, нет. Выпил, уже поставили. Но сейчас мы сделаем еще алкотестер. И вот надо шариком ему внутрь попасть. О! Чем торгуют в Мышкине? Мышами? Поделками? Нет. Ни брелком и магнитом жив человек. В Мышкине торгуют любовью к маленькому городу. Не торгуют даже, двигают что ли. 700 человек в городе трудятся в сфере туризма. Но мышканутые, как они себя сами называют, и все остальные тоже. Ну, мышканутые же люди здесь живут. Это необычная раса совершенно. Это не ругательные слова. Ничуть. Мне кажется, слово точно угадывает суть человеческую, суть мышкинской цивилизации, людей ее. Мышканутые, то есть влюбленные в окружающее и в окружающих. С любовью, Мышкин. И так на каждом яйце, да? Да. На каждом. Творческая и активная провинция. Вот такое нечасто встретишь сегодня, кстати говоря. О! Методом ошибок. Я уезжаю отсюда с гордо поднятой. А хотя уезжать не хочется, знаете. Мышкин, конечно, уповает, поскольку город, который очень обожает этого супергероя прошлого и настоящего, верит, что эта маленькая мышка приведет нам еще ряд интересных идей, людей и планов. Поэтому мы считаем, что и маленький город тоже непременно преодолеет свои трудности, и большие, и малые. И останется, как непотопляемый кораблик на большой русской реке жизни. Михаил Любимов и Андрей Ключников. «Семь дней. Ярославская область. Мышкин». Итак, 2020 год – это год металлической крысы. В китайском гороскопе с этим животным связывают стремление к удаче, к совершенству и вообще умение из любой ситуации извлекать пользу. Хотя, например, в Европе, да и в России с крысой связывают разные несчастья. Но вспомним хотя бы наши детские сказки. Я всегда боялся шушеры, которая чуть не загрызла Буратино. А вспомним хотя бы войну Щелкунчика и Крысиного короля. Но все-таки в сказках всегда добро побеждает зло. И в год крысы, я надеюсь, будет так же. Тем более Казани крыс бояться не стоит. У нас есть, если хотите, свой оберег. Это казанский кот, известный крысолов. Так что в будущем году, я уверен, у нас все будет хорошо. А Эльзира Юзаева продолжит. Его зовут Шикомару. 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 Да, в честь... Ой, теплый какой. Да, персонажа анемы. Не только у котиков теплые животики. Их главные непримиримые оппоненты мыши и крысы также могут внушать покой и умиротворение. Для тех, кто приручен к рукам, дарить тепло и любовь своим хозяевам – это главная крысиная миссия. Это катарсис. Ему вчера исполнилось два года. Такой очень солидный возраст для крысы. Не кусается? Нет. Катарсис добрый, ласковый. Крысы вообще, в принципе, не кусаются, если вы не делаете им больно, если не проявляете никакой агрессии. Люди всегда ли понимают? Ну, обычно сначала не очень принимают. Сразу бывают такие люди, которые говорят, фу, крыса. Это вообще мы уже привыкли, к этому спокойно относимся. Но мы говорим, вы сначала пообщайтесь с моими крысами, а потом давайте поговорим. Потому что, когда люди общаются с этим животным, они меняют свое мнение вообще... Кардинально. Да, кардинально. Теперь мы знаем, что о грызунах ничего не знаем. В клетке идет не мышиная возня, а настоящая живая жизнь, полная мышиных приключений. Самки у грызунов никогда не сидят на месте. Трудолюбивы и активны. В отличие от самцов, которые любят полежать и понежиться. Никого они вам не напоминают? У каждой крысы в семье свое предназначение. Но слово «вырака стаи» всегда закон. Крыса – это друг человека, да. Да, то есть собака, конечно же, воспринимает хозяина, смотрит как на бога, да. Кошка смотрит, наоборот, свысока на хозяина. Крыса смотрит как на товарища. То есть крыса воспринимает человека как друга, как члена стаи своей. Вот у крыс тоже есть иерархия. То есть у них есть начальники, есть подчиненные, есть дегустаторы, охранники. У них много очень ролей. Но человек для них все равно, он как бы крыса, но такая очень важная. Игривые и любопытные зверушки обладают исключительным обонянием, слухом и памятью. Со зрением, кстати, у мышей есть определенные проблемы. Но зато они прекрасно знают свое имя, запах хозяина и ориентируются по его повадкам. Когда можно пошалить, а когда следует посидеть тихо, как мышь. Что же касается диких собратьев, то уличные крысы и мыши имеют весьма дурную репутацию. Ведь зачастую крыс ассоциируются с животными, которые переносят различные заболевания. И все же даже самые ярые ненавистники крыс и мышей знают о том, что этот вид грызунов отличает острый ум и сообразительность. Не зря эти существа входят в топ-10 самых умных животных на свете. Как помнится, в сказке мышка-нарушка хоть и была серой и неприметной, а зато оказалась самой умной и первой нашла в лесу теремок. А еще был очень умный и сообразительный мышонок Микки Маус, тоже известный культовый мультперсонаж. Великий повар Рэми из Рататуя и жуткий жулик Крыс Рацо. Конечно, все эти мыши и крысы – это любимые герои современных детей. А вот из нашего детства знаменитые мыши – это те, что доставали такого доброго, интеллигентного кота Леофольда. Леофольд, выходи! Выходи! Падлый трос! Крыса и мыши нередко становятся полноправными участниками съемочной площадки. Причем публика отдает предпочтение именно тем зверькам, которые вызывают восторг и умиление. Амплуа у этих зверьков довольно широкая – от драматических до комедийных ролей. Поэтому их можно встретить и в анимационных фильмах, и даже в серьезном кино. Крыса, который старается узнать о своих кумирах все до мелочей, вплоть до гороскопа. Люди, родившиеся в год крысы, обладают выдающимися способностями в области финансов, науки и техники. Среди них немало не только известных артистов театра и кино, но также писателей, художников и политиков. Животное-покровитель наделило их чертами характера, который им позволяет успешно достигать все поставленные цели. Верю то, что, например, если я родилась, кстати, в год крысы, то я верю, что вот крысы, они все равно такие, как там про них говорят-то, живучие. Поэтому в это я верю. Эффектная платиновая блондинка татарской эстрады Ландыш Нигмадзянова признается, что год крысы наделил ее самыми нужными качествами для артиста. Это упорство, жизнелюбие и умение находить общий язык с окружающими. Наверное, поэтому ее песни так любит народ, а она сама, философ, кстати, по образованию, свою жизнь связала со сценой. Но несмотря на популярность и востребованность, Новый год, как правило, Ландыш отмечает не на корпоративах, а с семьей. Если верить восточной философии, то в этом году это самое верное решение. Это знак в том числе финансовой сдержанности, поэтому год подразумевает финансовую ограниченность. Может быть, стоит поумерить свои финансовые планы и быть более рациональной в тратах. По сравнению даже с 2019 годом, 2020 год более кризисный именно в финансовых вопросах. По словам астрологов, действительно, крыса – животное осторожно, не любит излишнюю праздность и суету. Для всех знаков зодиака у них есть уже свой прогноз на следующий год. Представители стихи «Огонь» – это овен, лев, стрелец – их карьера будет отличаться стабильностью. Они откроют в себе новые таланты и найдут неожиданную сферу для их применения. К озерогам, тельцам и девам астрологи советуют не предпринимать ничего глобального, двигаться по пути стабильности и накоплений. В жизни весов, водолеев и близнецов будет царить благополучие и гармония. Их ожидают романтические поездки, спортивный досуг и спокойный отдых. Представителям стихи воды, раку, скорпиону и рыбе, хозяйка года откроет сказочные перспективы. Все, что от вас потребуется – это перестать спрятаться в панцире, а включиться в активную игру. Иди ко мне, моя девочка, идите, небось. Но какое пожелание на будущий год дали бы сами крысы своим двуногим друзьям? Ведь именно так считают они людей, если бы могли, конечно, говорить. Чему стоило бы поучиться людям у самых забавных и самых неприхотливых зверьков на свете? Крыса учит тебя правильно относиться к жизни. Она живет не очень долго, но в то же время приносит столько радости и удовольствия. Ты начинаешь ценить те моменты жизни, которые у тебя есть. Понимаешь, что ты живешь намного дольше, чем крыса. И она, проживя такую маленькую, но яркую жизнь, она оставляет всегда очень приятные воспоминания. Казалось бы, такие маленькие, но не дарит очень много радости. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов и Роман Безменов. Семь дней. На этом у нас все. Это был последний выпуск нашей программы в этом году. И мне, и всей команде Семьи Дней остается только пожелать вам всего самого лучшего. Добра, счастья, любви, конечно же, в 2020 году. Я наилблянсизне, берегабулык и сянсавулыгас. Встретимся в 2020 году. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Провожаем год уходящий, встречаем приходящий. В понедельник морозная погода сохранится, но ожидается небольшой снег. Во вторник потеплеет, снег усилится. В первый день Нового года нас ожидает вполне комфортная погода. Маломорозная и с небольшим снежком. По данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке Татарстана, в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге, в течение всей недели будет пасмурно и очень снежно. Температура будет колебаться от минус 3 до минус 13. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлахе и Ознакаево, аналогичная ситуация. Будет снежно. В понедельник будет еще очень холодным, до минус 13. Со вторника потепление минус 5 градусов. В центральных районах республики понедельник встретит жителей пасмурным небом, до минус 11. Во вторник и в среду будет довольно тепло, минус 2. В течение всей недели будет снежно. На юго-западе республики понедельник ожидается без осадков, минус 9. Со вторника небо затянет снежными облаками, и до самых выходных ожидаются осадки. На северо-западе республики, а также в Казани, всю неделю ожидается осадки, преимущественно в виде снега. Во вторник и среду очень тепло, минус 1. К выходным до минус 8. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин